Первое, что бросается в глаза, то, что многое сделано по асфальтированию дорог. Думаю, что вы знаете о том, что я скажу, и, собственно, это не секрет. Волгоградская область наряду с другими 14 субъектами Российской Федерации относилась на начало года к регионам, где самые не только плохие дороги, но запрос на ремонт дорог был номер один в сравнении с другими проблемами. Исходя из такой остроты и посмотрев, что за это время сделано, можно сказать, что губернатор этот запрос населения слышит и делает все, несмотря на скудность бюджета, для того, чтобы поправить ситуацию с дорогами. Но мы с вами знаем, что сейчас ряд решений принят, которые, надеюсь, позволят системно решать эту задачу не только в этом году, но и в будущем. Решения приняты президентом. Они далее были закреплены федеральными нормами закона. Если Волгоградская область будет в своем дорожном фонде иметь порядка хотя бы 10 миллиардов в год, то это позволит многие вопросы решить. Потому что вот Андрей Иванович говорит, что в этом году у него возможно где-то там 5-6 получится миллиардов на эти цели потратить. Ну, это уже движение вперед. Но дороги за один год не делают. Ну и, конечно, на дорогах, на ремонтных работах и при прокладывании новые дороги, надо выполнять все технологии. Там не должны разбазариваться средства. Если все это будет соблюдено, то дороги в Волгоградской области будут хорошие. Наша задача – помогать этому губернатору. Андрей Ивановича знаю. Его предшественника знал. Предшественника предшественника знал. Знал того, кто до этого работал. С Андреем Ивановичем сегодня, начиная как вот прилетело, самолет еще задержался там. Час мы сидели, ждали, пока дверь отремонтируют. Потом час сидели в самолете, ждали, пока ее закроют, а не закрывалось. Но закрыли. Но закрыли. В конце концов, прилетели. Так вот, все время, пока мы были с Андреем Ивановичем на Маваевом округане, затем мы посетили больницу, потом двор, затем лицей, он с горящими глазами рассказывал о проектах, которые он реализует и которые будет в будущем реализовывать. Это мосты, объезды. Вот этот мост, я не думаю, что у меня получится. У меня он получился. Вот здесь вот у меня будет шесть полос. Но сейчас мы вот проходку делаем вот здесь. Понимаете? Если есть такой настрой у человека, то я думаю, что и вокруг него появятся те люди, которые не будут считать, что все кончилось и все плохо. Ну-ка. Так вот. Так вот.